А тем, кто использовал и убивал, чтобы поделить наш мир, оставляя нас умирать, пришел конец. Мы не празднуем победу, но и не стыдимся этой крови. Остался только один человек, который должен умереть. И он умрет от моей руки. Он умрет. Ходячие мертвецы. Ходячие мертвецы наконец-то вернулись на маленькие экраны. Учитывая все то, что произошло в седьмом сезоне, Рик все-таки смог прийти в себя и объединиться с другими общинами, чтобы раз и навсегда избавиться от брутального антагониста Нигана в новой главе. Ну, прошу, блин, прощения. Я занятой человек. В премьерной серии видно, что Рик больше не реагирует на всю жестокость Нигана, как бы тот ни старался. Я смотрю, ты всех своих стрекозюлек притащил. Я озабочусь о своих людях. Мне вообще не хочется пихать их под пулю, чтобы выяснить, у кого из нас пиписька больше. Его фразы, конечно, очень классные, но вот мне больше всего запомнились слова Рика, что вся эта война началась из-за одного человека. Это заставляет задуматься. Благодаря разговорам в первой серии восьмого сезона, можно отличить Рика от Нигана в том плане, что Рик обещает всем лучшую жизнь, хорошее будущее и что они все могут построить. То будущее, о котором упоминалось в разговорах, нам показывают отдельными кадрами, где мы видим старого Рика, уютный дом, где-то играет музыка и что их община процветает. Все счастливы, все спокойны, никто ни с кем не сражается. Все это выглядело очень красиво. Семья Рика, его группа и другие общины все это заслужили. Они через многое прошли. Надеюсь, в реальном времени, а не в иллюзиях Рика, нам покажут эти события. Сериал идет по комиксу, а там как раз это спокойное время после войны с Ниганом было прекрасно изображено. Что же ты хотел сказать Рику и его писька отряду, Грегори? Нигану в этой серии явно не повезло. Его базы были захвачены Риком. Дэрил и другие смогли привезти огромное стадо ходячих прямо в святилище, взорвали машину и обстреляли здание. Все точно рассчитали. Эта серия указывает нам на то, что Рика наверняка одержит победу и Ниган проиграет. Но этого садиста сбито не стоит недооценивать. До финала сезона еще очень далеко. И поэтому он еще точно нападет на объединенные против него общины и покажет себя как следует. Без жертв здесь, конечно же, не обойтись. Напишите, кстати, в комментариях, кто, по вашему мнению, покинет восьмой сезон. Ты меня очень... Охренеть, как разочаровал! Поклонники этой зомби-драмы знают, что эта серия является сотой в общем количестве эпизодов. Если честно, то мне кажется, что создатели могли бы сделать и серию в честь этого грандиозного события намного круче и интереснее. Она мне очень понравилась, но я ожидал что-то большее, чем просто диалоги и перестрелку. Кстати, о перестрелке, когда она началась. То почему никто толком и не попал в противников? Да они же стояли не так уж и далеко друг от друга. Этот момент смотрелся вообще неправдоподобно, и лучше бы это показали как-нибудь по-другому. Хочу орып и криков. Хочу крови. Ну, может тебе и повезет. Как я уже сказал, серия мне понравилась. Надеюсь, что следующие эпизоды будут еще лучше и без странных моментов. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, если не хотите, чтобы вас съели ходячие. И еще увидимся. Если мы построим наше завтра сегодня, сейчас, со всеми нашими ранами, со всем, что мы пережили, и со всем тем, чем мы стали, если мы начнем наше будущее сегодня, не важно, что будет дальше. Мы победим. Победа уже за нами. Посвящается памяти Джона Бернакера и Джорджа Ромеро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok